Ну, прежде всего, давайте еще раз вспомним и вот процитируем ученого, что роль педагога создавать условия для самостоятельных исследований и изобретений, а не давать готовые решения, да. В общем-то, здесь что заложено? Один из принципов мейкеров и подходов в образовании улег-эдюкейшн – это отрицание того, что ребенку нужно дать готовый результат, некий шаблонный, и к нему стремиться. То есть все-таки они настаивают на том, что ребенок не должен видеть финального, окончательного результата своей деятельности, и он сможет фантазировать, он сможет изобретать, он сможет придумывать. В учебно-методических материалах, ну, так называемые мейкеры, лего-эдюкейшн, разработаны для чего, в общем-то, сами эти материалы? То есть там идут три такие составляющие. Первый – увлечь детей, мотивировать их заниматься творчеством с самого раннего возраста. Напомню, что планета Стим, Стимпарк – она для самых маленьких деток. Посредством включения этого набора в свою образовательную деятельность вы привлекаете детей, мотивируете их заниматься творчеством. Посредством данных наборов стимулирует их интерес к изучению технологии и инженерии. Мы с вами посмотрим ближе потом на уроках, насколько там интересны затронутые законы физики, какие там инженерные находки. Да, все-таки мы говорим здесь о таком понятии, как преподектика инженерного образования. И данный набор именно… Ой, понял, да, Стим. Почему Стим? Именно потому что наука, технологии, инженерия, математика и искусство, да, все-таки это набор, отличающийся от привычных нам, там, городская жизнь, мои первые истории, да, то есть их же много, да, профессия. Этот набор конкретно для определенных задач. То есть мы здесь развиваем некие уже навыки будущего, к ним подойдем с вами попозже. И третий пункт – развивать навыки проектной деятельности. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас один из основных видов нашей педагогической деятельности – это проектная деятельность с детьми. И, безусловно, работа над проектами с данным конструктором становится намного легче и намного проще. Вот, собственно говоря, справа картинка расположена. Это я вырезала картинку из мейкера, да, то есть это вот таким вот образом все оформлено, ярко как раз начинаю. Обязательно после того, как вы просмотрите эту лекцию, перейдите по ссылочке и посмотрите саму книгу. У Lego Education и в этой книге есть, ну, так скажем, разные... Подходы везде разные. Ну, смысл, смысл. В общем-то, еди. Задача какая? Вы видели, что есть там карточки, которые вложены в коробку. А вот к этим карточкам в этой книге есть занятие. Что это за занятие? Это не для детей. Это книга вам в помощь, педагогам. То есть там скрипты, работы по разным темам. И вы, прочитав это занятие, готовитесь, ну, понимая суть, о чем эта карточка, о чем это занятие, и понимая суть, вы можете подготовить огромное количество разнообразных занятий. Причем, что, например, всего там готовых восемь занятий, но на каждую тему можно делать, на целый год растягивать эти занятия, и вы потом это увидите, мы каждое занятие с вами рассмотрим. Итак, ваша задача, как педагога, заранее прочитать занятия из этой книги. Вот, посмотрите, третий пункт. Основная задача педагога в ходе таких занятий – предоставить детям инструменты и необходимую свободу. Что такое у нас инструменты? Ну, кроме того, что у нас с вами есть конструктор Lego Education, мы с вами это тоже потом подробно посмотрим. Я и многие педагоги, и это уже в практике многих образовательных организаций, интегрируют разнообразные средства обучения, интегрируют разнообразные области познания с этим конструктором. Мы с вами, когда будем говорить о горках, я вам покажу, как это интегрируется с дидактикой Фрёбеля. Когда мы будем с вами говорить о плавучести, я вам покажу, как это интегрируется в изучение живой и неживой природы, в исследовательскую деятельность. Поэтому, конечно, педагога, главная задача педагога – дать инструменты ребенку. В данном случае конструктор или еще какие-то дополнительные материалы. Ну и необходимую свободу творчества, естественно. И вот вы видите, тут есть пункты А, Б, В, Г, А, для обдумывания задания ребенок дается ему время, для определения задачи, для поиска решения и для того, чтобы поделиться результатами своей работы с остальными. Сейчас мы с вами все рассмотрим подробно. Прежде всего хочу отметить, что есть несколько этапов, так скажем, этапов работы, этапов знакомства с конструктором, этапов знакомства с тем, что представляет из себя этот набор. От себя хочу сказать, что в моей практике, когда у меня появился первый набор такой Лего Планета, он яркий, он красочный, увидели на обзоре. И у кого он есть вживую, это уже вы могли понять, что это очень яркий. Что я делала? Ну, в массовой группе, да? То есть высыпала просто в обычный пластиковый короб полностью весь конструктор и давала детям спокойно наиграться, познакомиться, что есть внутри, поэкспериментировать. Давайте я здесь обязательно сейчас вам покажу видео, которое, ну, так скажем, его сделано, рекламное, да, от компании Lego Education, но там очень видно, как дети реагируют на этот конструктор. Давайте сейчас мы с вами это посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, видели, да? То есть педагог высыпает коробку, и дети изучают, смотрят, экспериментируют, то есть дайте детям время наиграться. У нас зачастую в детских садах, да, и в школах, честно говоря, много тоже видела, я думаю, что ни для кого это не секрет, конструкторы Lego воспринимаются как, ну, так скажем, игровой материал, ну, лежит он там в коробочках, да, дети могут взять, поиграть, что-то поконструировать, то есть не придают этому конструктору какое-то очень сильное образовательное значение, да, то есть он как просто игровой такой элемент в свободной игровой деятельности ребенка. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что у каждого в группе, у каждого в классе на продленке есть Lego, и оно стоит в коробах, и ребенок может просто взять, высыпать, конструировать что-то, пофантазировать. Ну, в лучшем случае убрать за собой потом, да, это неплохо, это здорово, но все-таки многие просто не знают, что у Lego есть интересное образовательное решение, которое, если применять, конструктор становится бесценным и очень интересным. Поэтому вот на первом этапе, да, стоит сделать, опять-таки, на ваше усмотрение, у меня это сработало, у педагогов, кто у меня учился и с кем я продолжаю общаться, они практики тоже работают, дайте детям время изучить и наиграться этой коробкой. То есть не сразу приступать к занятиям, не сразу приступать к каким-то важным умным моментам, дайте деткам просто насладиться, поизучать, потому что вы видели в обзоре, да, там специфические детали, они очень интересные, они придумывают, и в видео вы видели, да, что детки придумывают разнообразные, там, какие-то фишки, там, то белка прикреплена вверх ногами, она крутится, то там мячики у них летают. То есть наиграться деткам, да, это прям очень даже замечательно. Как только дети наигрались во все это, можно приступать к непосредственно уже их вовлечению в работу с данным конструктором. Ну, на этом этапе я тоже что делаю? Поскольку дети имели на момент знакомства с компьютером просто карточки и вот конструктор. Кто-то из деток брал карточку и по карточке собирал, что-то пробовал, фантазировал, кто-то просто брал кирпичики и разные детали собирал. И вот когда в процессе того, как детки наигрались, я делаю следующее. Я предлагаю детям посмотреть мультфильм. Но этот мультфильм мы с ними не обсуждаем. Они его просто смотрят, у себя в голове делают всякие разные выводы, какие-то свои фантазии, им в голову приходят. И опять я их отпускаю с этим конструктором играть, наслаждаться в любом виде деятельности, в котором хочется. У них в свободном доступе просто как игрушка, да, так скажем, просто игрушка. Давайте посмотрим это маленькое видео. Это мультик тоже представлен в LEGO Education. Просто посмотрите его и обратите внимание на то, какие человечки, что человечки делают. Читайте надписи в этом мультике, потом мы все это обязательно с вами в процессе нашей работы обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, да, вы посмотрели мультик, достаточно такой живой мультик, яркий мультик. В своем обзоре я говорила, что практически на каждую карточку из комплекта есть свои мультики. Мы будем обязательно с ними знакомиться, я вам тоже их дам для скачивания, безусловно. Они у вас тоже будут. В общем-то, в принципе, все материалы, которые вы видите, у вас все будет возможность скачать, получить, сохранить. То есть это все материалы для вашего дальнейшего пользования. Итак, после того, как детки посмотрели мультик, я еще раз напомню, их отпуская, опять-таки, поиграть, пофантазировать, но уже непосредственно в процессе того, то есть после того, как они посмотрели мультик. Потому что в мультике, вы видели, да, там заложены какие-то интересные задачи, которые, может быть, детки сами не догадались, или в карточках не разглядели, да, отпуская их еще на время. Честно скажу, на введение детей в работу с мейкером и, в принципе, с данными по позиции вот этого набора, с концептом, у меня примерно месяц конструктор был в общем игровом пространстве, то есть вообще их не трогала, принесла, высыпала, как на видео на первом, и они играли. После мультика где-то недели две, где-то недели две, и я их не трогала вообще. То есть в общей сложности это полтора месяца у меня ушло на то, чтобы дети успокоились, наигрались новыми играми, наигрались новыми этими яркими красочными кубиками, и только после этого мы приступили с ними к уже непосредственно проработке того, что заложено в этом конструкторе, в этом наборе. Итак, у нас есть несколько этапов, в рамках которых дети работают с тем или иным уроком. Еще раз напомню, есть ваши этапы, то, что мы с вами выше, да, просматривали, а есть этапы детской работы. Ваш первый этап – это прочитать занятия книги учителя, обдумать, переделать на вашу, может быть, ситуацию, которая у вас сейчас идет в саду, может быть, переделать в рамках вашей основной образовательной программы, да, потому что многие, кто работают по лексическим темам по программе отрождения до школы, интегрируют эти всякие темы тоже в общую образовательную программу. Поэтому ваша первая задача – ознакомиться с уроком, понять, что там вообще будет требоваться от детей, потому что там все очень разжеванно, но в то же время из одного из этого, повторюсь, урока, вы можете сделать, ну, годовой просто процесс работы, и это несложно. А вот у ребенка, вон, другой процесс. И здесь на первом этапе вы детям показываете карточку, показываем картинку и даем время команде обсудить, что дети, ну, или взрослые, в моем случае, видят на картинке. То есть они должны обсудить все. Знаете, вот как вот сейчас идет тоже курс по анимационной педагогике, и там есть такая вещь, как раскадровка, да, то есть есть такое понятие, как раскадровка, и в анимации, и в фильмах, в обычных художественных, и в документальных, в любых, да, фильмографии. И вот здесь очень важно обсудить именно не просто, что нарисовано на картинке, а придумать даже небольшую историю к этой картинке, да, что там произошло. Там вот, ну, например, я вижу, как девочка катается на карусели, да, стимулируйте речевое развитие у детей, сами проговаривайте, да, тоже снимите моменты. То есть не просто девочка катается на карусели, а что там происходит, да, в один прекрасный вечер мама, папа и дочка договорились, что завтра они пойдут в парк аттракционов и покатаются на самых-самых больших каруселях в их городе. И вот на следующее утро довольная Маша проснулась, умылась, позавтракала и пошла со своими родителями в парк аттракционов, да. То есть уже какой-то такой завязка рассказов, всего лишь там одна маленькая картинка, да, но не буду вас учить рассказывать, я рассказываю с детьми, да. А вот, значит, после того, как вы посмотрели, дети посмотрели эту картинку, вы посмотрели эту картинку, обсудили, что на ней написано, что на ней нарисовано, заберите эту картинку. Все, дети зафиксировали, вы историю придумали, вы обсудили на этой картинке все. Ну, ваша задача педагогическая – обсудить на этой картинке все, что там нарисовано, Потому как после изучения тех уроков, которые я вам предложу, вы поймете, что на каждой картинке там не просто какая-то картинка с красивыми рисунками. Это картинка призыв к действию изучения определенной темы. Поэтому, почему я говорю, в книге учителя у вас первый ваш этап изучения урока. Вы сами его изучаете и интерпретируете. Поэтому вы уже должны будете с детьми помочь им обсудить эту картинку, помочь им увидеть те детали, которые они не разглядели, они важные. После этого мы картинку эту забираем. Ребенок в памяти остается, что они там обсуждали, что они там напридумывали, что же там на этой картинке произошло. Этот этап называется проектирование и конструирование мозговой штурм. Вообще, в принципе, процесс инженерного проектирования и конструирования состоит из нескольких. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, видите, в заголовке процесс инженерного проектирования и конструирования, так и называется. Так вот, вот этот вот этап командного обсуждения, командного там спора, поиска, да, каких-то идей. Есть мозговой штурм. Вы сами знаете, тоже многие это используют и в бизнесе, и в проектной работе, да, у взрослых. Мозговой штурм. Итак, все обсудили, все готово. Следующий этап, это, естественно, создание модели. Да, ну, здесь вы видите, что можно использовать и другие. Давайте прочитаем. Дети могут реализовывать одну из своих идей, используя набор Лего. Если потребуются другие материалы. Это вот о чем здесь говорится, да, то есть вы можете использовать наборы Лего, но можно использовать и другие материалы. Что такое другие материалы? Бросовый материал, подручный материал, другие средства обучения, да, все. Ну, туда прекрасно интегрируется. Я вам тоже покажу несколько интересных моментов интеграции с разными средствами обучения и разные игры. Если им будет сложно реализовать свою идею, предложите разбить процесс на несколько этапов. Объясните, что от них не требуется сразу выполнить задание в полном объеме. Это к чему? Это, ну, бывает такое, что режимные, например, моменты, да, время мало, да. И опять-таки, как вы сами простроите? У вас это занятие будет как занятие прописанное у вас там, да, 15 минут от 15 до 30 в зависимости от разных возрастных категорий в соответствии с СНПИН. Либо же вы это как бы в досуге, в игре или там, опять-таки, если в кружке, это тоже, в общем-то, в кружке у нас, да, временное ограничение. Поэтому, если вдруг вы понимаете, что ребенок, да, беспокойся, я не успею, не торопите. Все спокойно, обдумывайте, потом вернетесь на следующем занятии к этому моменту, да. Поэтому, вот, так скажем, приступаем к созданию модели. То есть ребенок, ну, в данном случае, команда, команда детей по памяти воспроизводит то, что они видели на картинке. Не надо, бывает, да, что детальное воспроизведение, только так и никак иначе. Ну, что еще обычно я предлагаю детям? Кроме того, что сделать то, что они видели на картинке, воссоздать вокруг этой картинки дополнительную историю. То есть они же ее придумали, мы же сказали, что есть папа и мама, которые повели Машу на аттракционы, да. То есть я им предлагаю еще не просто вот сконструировать то, что на картинке, а обыграть эту историю и с другими постройками. Детали огромное количество, 225 деталей в конструкторе. У меня такой коробки хватает на группу детей, ну, как на группу, да, то есть никогда там их 35 человек, да, но когда там 15-20, вполне спокойно одной коробочке хватает. Вот, поэтому предложите детям сконструировать то, что они помнят на картинке, ну, и дополнить сюжет тем, о чем они рассказывали на этапе мозгового штурма. Следующий этап – это демонстрация и обсуждение. Что здесь? После того, как вы это сконструировали с детьми, ну, сами они или вы им помогали, да, воссоздали эту картинку, применили те, так скажем, задачи, которые вы перед ними играючи поставили, да, мы же сами все понимаем, мы сами педагоги, что можно поставить так им задачу, что они сами, не понимая того, что перед ними стоит задание, ее выполнят в игровой форме, им будет интересно и познавательно. Все мы прекрасно знаем, что самое важное у детей – это игра. И если ребенок что-то не хочет изучать и понимать, то если увлечь его в игровой форме к этому процессу, то прекрасно он все это сделает и поймет. Это мы все с вами знаем. Поэтому после того, как вы все это отконструировали, выполнили там все секретные задачи, которые вы сами для себя определили, прочитав урок, да, учителя, происходит следующий этап – демонстрация и обсуждение. Давайте зачитаем. Дайте детям возможность пояснить собственное решение и продемонстрировать свою работу перед всей группой. Идеи, отбор идеи, реализация, презентация готовой модели – важные составные части проектной деятельности. То есть о чем здесь идет речь. Вот, например, у вас работает подгруппа. Вот у вас кто-то собирал непосредственно ту модель, которая была нарисована на картинке. Вот кто-то из детей в команде собирал дополнительную историю вокруг. Кто-то там еще что-то напридумал. Дайте каждому ребенку пояснить свое решение, что это вообще такое настроило. Это зачем? Это почему? Это откуда вообще взялось? Почему, например, мы говорим о каруселях, а тут стоит корова? А вот ребенку так увиделось, может, карусели стоят там среди зоопарка, а в зоопарке – это коровь зоопарк. Да, всякое бывает. Поэтому вот этапы проектной деятельности ребенка, да, вот эти вот идеи, отбор идеи, реализация презентации. Сами знаете, опять-таки, на всякий случай просто запомню, да, напомню, что мы не путаем с вами такие понятия, как исследовательская деятельность и проектная деятельность. К исследовательской деятельности дети подходят на уже, так скажем, этапе понимания этого набора. Но мы пока с вами говорим о проектной деятельности. На всякий случай исследовательская деятельность – это та идея, которую он хочет понять, исходя из его замысла. Ребенок сам озадачился каким-то вопросом, решил ее исследовать. Проектная деятельность – это по воле педагога, то есть вы задаете какую-то тему и вы ее прорабатываете. Поэтому немножечко не путаем, пока говорим с вами именно о проектной деятельности. Так вот, в тот момент, когда про проектную деятельность, еще раз я договорюсь, что вот они, собственно говоря, важные этапы, идея проекта, отбор того, что мы будем реализовывать в рамках этого проекта, реализация самого проекта и презентация. Многие забывают, в принципе, что есть такая фишка, как защита проекта. Поиграли-поиграли, в общем-то, ничем не закончилось, и защиту проекта упускают. И многие упускают еще такой же момент, как фиксация результатов исследовательской проектной деятельности. Об этом мы тоже с вами поговорим далее. Поэтому, конечно, вот эти вот этапы, моя просьба к вам соблюдать, это будет интересно, это будет здорово. И что здесь мы делаем? Так, ребенок рассказал свою идею, да, почему он это поставил, рассказал, как он ее реализовал, да, то есть что. Опять-таки, в элементе командной работы проект единый, общий. Можно дать ребенку каждому из команды высказаться непосредственно, что он по этому поводу думает, по поводу его мини-построечки или по поводу, да, но идеи у проекта все-таки общие, да, то есть если мы исследуем с вами, например, плавучесть предметов, то тем проектом будет плавучесть предметов. И даже если ребенок рядышком с озером, с водками поставит аттракционы, аттракционы не будут иметь отношение к плавучести, но ребенок может объяснить, почему именно здесь стоят эти аттракционы, то есть высказаться ребенку обязательно надо дать, да. И вот, значит, высказались дети, продемонстрировались. И вот давайте второй пункт посмотрим, тоже очень интересно. Чтобы помочь детям в развитии критического мышления и коммуникативных компетенций, вы можете попросить одну группу детей изучить решения, предложенные другой группой, и высказать критические замечания. С ученицами с нашими на курсах и с учениками, с мальчиками делали мы такое, это очень интересно даже у взрослых наблюдать. То есть тот момент, когда у вас тут две группы, работающие над двумя проектами, очень здорово предложить одной группе презентовать свой проект другой группе, где та, которая группа слушающая, могли бы высказаться по поводу данного проекта, задать дополнительные вопросы, покритиковать, но опять-таки покритиковать никак. Не в фоне красиво, а конструктивно, да, то есть опять-таки мы говорим о том, что мы учимся с детьми социально-коммуникативным навыкам и спокойно, комфортно и без истерик выслушивать критические замечания. Сами знаете, мы люди взрослые все, когда мы вырастаем, очень сложно принять критику, да, в свой адрес, то есть нам кажется, вот ты критикуешь, потому что ты ничего не понимаешь. То есть я могу бы смотреть только конструктивную критику, а у каждого конструктив свой, да, правда, этой критики, поэтому, конечно, критику надо уметь принимать. Не нравится она вам, не нравится, просто по-разному эмоционально относиться к тому, что вам говорят. И вот в рамках данного вот этого пункта второго, это очень интересная фишка, где две группы друг с другом собираются на некий такой, ну, круглый стол, я не знаю, взрослых, да, или там как-то вот обсуждение детское, да, и друг друга представляют проекты и беседуют на тему того, что же они, собственно говоря, отстроили, зачем, почему и какой вывод они из этого проекта сделали. Вот, посмотрите, такая табличка интересная, так, в мейкере, в которой я положу вот эту инженерную книгу, я вам тоже положу, я презентацию сделала, а по ней есть отдельная, ну, то есть как бы готовая такая книга, я, честно говоря, тоже не помню, мне, по-моему, даже прислали откуда-то, если я не ошибаюсь, даже не из России, но на русском языке, значит, какая-то русскоговорящая страна, не помню уже, кто прислал, но вот она у меня есть, я из нее, в общем-то, и делала презентацию, саму книгу «Процесс инженерного проектирования» я вам тоже положу, потому что, что я вам рассказываю, это из нее, да, но вам оттуда что может понадобиться, вот, например, такой плакат, он очень интересный, яркий, красочный, может быть, вы его сможете как-то с детьми обыграть, давайте посмотрим. Вот они, собственно говоря, те самые три этапа, что мы с вами обсудили, на голубом, да, девочка смотрит в бинокль, мальчишка читает, определяем задачи, да, кстати, пункты, устраиваем мозговой штурм, и внутри этого мозгового штурма оцениваем успешность проекта, да, кстати, кстати, на самом деле, прям бизнес-проект, да, любой бизнес-проект возьми, подложи, и можно по этой детской схеме его прорабатывать. Второй момент на желтом, да, вот в нашем серединочке, то, что мы с вами обсуждали, создание модели, а вот посмотрите еще внимательно, пересмотр и модернизация моделей, там стрелочка идет, да, то есть один из тоже таких рекомендуемых позиций, одна из таких рекомендуемых позиций мы с вами рассмотрим в процессе изучения уроков, это доработка или вообще полная переработка модели, которую дети собрали, то есть собрали, посмотрели, либо не понравилось, либо понравилось, но доработали, то есть это все взаимосвязано, Такой живой проект, да? И зелененькая, посмотрите, демонстрация, обсуждение. Вот то, что дети, в общем-то, показывают, представляют собственное решение, представляют, собственно, проект, показывают своим, ну, там, одногруппникам, или, там, соседней группе деткам, или разным командам, какие проекты они, собственно, придумали. Еще очень интересная есть фишка, это оценка результатов учебной деятельности.